КНАУФ – это комплексное решение для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с КНАУФ. Здравствуйте! В эфире «Главная в России» программа о мини-футболе. Очередной сезон набирает обороты, и мы, как всегда, держим руку на пульсе событий. Сегодня в программе. Кубок УИФА. Футболисты «Газпром-Югры» сверхудачно дебютировали в главном европейском турнире. Цепкая Хорватия и неуступчивый Казахстан. Сборная России узнала своих соперников на групповом этапе Чемпионата Европы 2016. В рубрике «Жизнь АМФР» расскажем о семинарии директоров клубов Суперлиги в рамках Академии футзала. Ну а начнем нашу программу по традиции с ярких матчей Российской Суперлиги. Поехали! Мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Уникальные общероссийские проекты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Наши двери открыты для каждого. Мини-футбол. Игра для всех. Начинаем нашу программу с традиционного обзора матчей Российской Суперлиги. Футболисты московского клуба КПРФ в рамках пятого тура установили клубный рекорд. Четыре победы подряд. Такого болельщики красных от своей команды в рамках Суперлиги еще никогда не видели. Подшефные Вадима Яшина разгромили Глазовский прогресс со счетом 7-3. Свой первый мяч в составе москвичей забил Решат Котлеров. В итоге новичок КПРФ оформил в этом матче дубль. Так же, как и сторожила команда Георгий Самхишвили. Я думаю, хорошая реализация. При всем, с самого начала очень хорошо вышли и очень заряжены на игру. Реализовали свои моменты и получилось хорошее преимущество. А дальше уже сопернику приходилось раскрываться. Мы их просто ловили на контур. Из положительных моментов отмечу, что все-таки мы не бросили играть. Старались и смогли, наверное, где-то вернуться в игру. Счет 5-3 был даже такой. Но это, короче, не более того. На данный момент, наверное, пока наш боковой. Подмосковные «Динамовцы» под руководством Тимура Олегберова потеряли первые очки в этом сезоне. К 28-й минуте матча против «Сибиряка» белые-голубые выигрывали со счетом 3-0 благодаря дублю Ромала и голу Серила. Но боевые сибирцы совершили фантастический камбэк и отыграли в середине второго тайма всего за 5 минут. В итоге 3-3. Впервые с мая 2011 года новосибирцы отняли очки у белых-голубых гостей. Игру мы начали не совсем качественно, но я считаю, что именно слова тренера, которые он сказал в раздевалке при счете 2-0 в пользу соперника, помогли нам собраться. Все сегодня проделали хорошую работу, но результат – заслуга тренера. У нас были возможности, чтобы закончить этот матч спокойно, но во втором тайме игра шла на встречных курсах. Это та манера игры, которая очень нравится «Сибиряку». Сибиряк располагает такими быстрыми футболистами, как Франклин, как Лео, поэтому те моменты, которые мы не реализовали в первом тайме, аукнулись нам во втором. И, наверное, результат закономерен, потому как шла игра, но обидно терять 3 очка. После двухматчевой засухи лучший Галеодор Дины – бразилец Эскердиния. В игре против новой генерации разразился первым хет-триком в сезоне. Кстати, до этой игры Эскердиния провел 6 матчей против команды из Коми и никогда не уходил с паркета без забитых мячей. Вторым героем у императорского клуба можно считать Арсера Багирова. Эксматищенец забил первый мяч в форме именитого клуба. В итоге уверенная победа Дины – 6-2. 6-2. Казалось бы, хороший, комфортный счет. И тот, кто не смотрел матч, подумал, что играла одна команда практически, легко обыграла другую. Но на самом деле я не совсем, как главный тренер, доволен сегодняшней игрой команды. Ведя довольно-таки комфортно, со счетом 3-0, я просто не имею права доводить матч в течение матча до счета 3-2. Болельщики из Ухты дождались. Местный клуб и победитель высшей лиги прошлого сезона наконец-то дебютировал в элите российского мини-футбола. Первым соперником для Ухты стала команда из Тюмени. А первый исторический мяч в Суперлиге забил Александр Сивец. Также отличился и его одноклубник Александр Кузьминых. Но до первой победы этого оказалось мало. Опытные бойцы из Тюмени в итоге были сильнее. 4-2. Вслед за успехом в Екатеринбурге, где политех в рамках пятого тура выиграл в гостях угрозной Синары, представителям северной столицы удалось в домашнем поединке против Ухты одержать вторую победу подряд. Благодаря дублю Шарипова, Голам, Кузнецова и Свиридова питерцы в первом матче шестого тура переиграли дебютанта Суперлиги Ухту со счетом 4-1. Однако во второй игре новички элитного дивизиона переиграли политех 2-1. И таким образом одержали историческую первую победу в рамках Суперлиги. А вот Глазовский прогресс, который в прошлом году, в отличие от Ухты, долго не мог одержать первую победу в чемпионате, в этом сезоне выглядит достойно. Глазовчане в первой игре хоть и уступили дома Тюмени со счетом 3-5, но очень достойно смотрелись в игре с Грандом. Качество игры прогресса перешло в победный результат во втором матче. Райхель, Розуванов, Сенатов и Жданов принесли Глазовчанам вторую победу в чемпионате. 4-3, а Тюмень проиграла в пятый раз. Мы старались выполнять тренерскую установку и за счет желания и самоотдачи сегодня победили. Вчера чуть-чуть не хватило, сегодня где-то удача была на нашей стороне. И в общем победили. Очень интересным и зрелищным получился первый матч в дуэли футболистов КПРФ и «Динамо». Игры проходили в Климовске и в первом матче красные были близки к тому, чтобы отобрать очки у белоголубых. Тем не менее «Динамо» одержала победу 4-3. Молодцы, что выстояли, молодцы, что все-таки доиграли до победы, но, конечно, было весьма и весьма сложно. Во второй игре подопечные Тимура Олегберова и следа не оставили от бывшей команды своего наставника. «Динамовцы» забивали на любой вкус. В итоге 9-1. Хет-трик на счету Фернандиньо. При реализации «Динамо» процентов 70, наверное, моментов, что они создали, они забили. Поэтому тяжело бороться с такой командой, не забивая свои голы. Продолжается затяжной кризис у новой генерации. Футболисты из Коми по-прежнему находятся на последнем месте в турнирной таблице. Вот и в шестом туре прошлогодний участник плей-офф не исправил свое безысходное положение. Сыктывкарцы практически с одинаковым счетом 2-5 и 3-5 уступили дома сценарием. Сегодня, я думаю, что, ну, наверное, никому претензий как бы нет. Единственное, что у нас сейчас проблема, это, конечно, реализация моментов. Мы создали, думаю, достаточное количество моментов. Но почему-то сейчас пока не можем то, что создаем, реализовать уголы. В гостевой встрече против Норильского Никеля первым хет-триком в сезоне за новую команду разразился Сергей Абрамов. Пушкари в первом матче с трехкратным перевесом в счете переиграли Полярников 9-3. Однако во второй встрече такой же легкой прогулки у императоров не получилось. В итоге редкая для мини-футбола ничья 0-0. Ребята очень много помогали, накрывали, подстраховывали на отскоках. И что самое главное, как бы вчерашний кошмар, я считаю, у него можно спокойно жить дальше. И вот то, что мы делаем, все-таки дает плоды. Конструктивный анализ, выводы и результат на табло. По итогам шестого тура табель о рангах Российской Суперлиги выглядит следующим образом. Динамо лидер. Но по потерянным очкам «Газпром» на первом месте. У «Газовиков» шесть игр и шесть побед. Ухта! И новая генерация в подвале турнирной таблицы. Игры с седьмого тура Российской Суперлиги пройдут с 16 по 18 октября. Центральное противостояние «Дина Сибиряк» в прямом эфире на телеканале «Спорт». Не пропустите. В продолжении темы о Суперлиге далее расскажем о важном мероприятии и жизни Ассоциации мини-футбола России. В отеле «Аквариум» состоялся трехдневный семинар Академии футзала и университета «Синергия» для директоров мини-футбольных клубов. Направление спортивного менеджмента в Академии футзала является одним из направлений, но очень важным направлением. Основной задачей подобного семинара является желание директоров клубов повышать свою квалификацию в том направлении, в котором они работают в своих клубах. И совместно с университетом «Синергия» Ассоциация мини-футбола России сегодня предлагает новую комплексную программу по повышению квалификации в направлении спортивного менеджмента. Мы рады, что у нас сегодня большая явка и второе звено руководителей клубов после президентов клубов сегодня желают обучаться новым направлениям, направлениям маркетинга, коммерции, пиара и других жизненно важных направлений для каждого клуба нашей страны. Помимо руководителей профессиональных клубов на семинаре были и представители любительских команд. Каждый почерпнул для себя новую информацию и каждый готов приехать на подобное обучение в следующий раз. В 2016 году нашему клубу вспоминается 25 лет. Это очень важная дата для нас, поэтому мы готовимся и стараемся показать наилучшие результаты. Я полагаю, что те познания, которые я здесь получу и услышу, конечно, применю в своей работе и вообще в работе нашего клуба для достижения самых наилучших результатов. Благодаря совместной и плотной работе нашего президента Александра Владимировича Попова и Эмилии Гуметовича Алиева удалось вернуть команду, женскую команду в высшую лигу. У нас есть и ШИН, дублирующий состав, поэтому работа непочатый край, и я уверен, что полученные знания, которые здесь мы приобретаем, они будут успешно реализованы у нас в клубе. Очень много идей накидали, вот именно которые уже, можно сказать, я даже успела по почте сбросить домой, чтобы люди уже к моему приезду подготовили какие-то свои анализы, что можно сделать в нашем клубе. Также понравилось вопрос про продукты. То есть нам пояснили, что продукты – это не только атрибутика, но и весь наш матч – это один большой продукт, который можно еще разделить на разные категории. Это тоже было интересно, ново и применимо. Самым активным из руководителей любительских клубов стал представитель Новокузнецка Константин Орлов. Семинар для меня, как для тренера любительских и директора любительского клуба, вообще представляет огромный интерес, потому что все, что не сказано, все темы широкие, открытые, информации очень много, как губка впитываешь и думаешь, что не хватит места в голове просто. Итоговый день семинара был отмечен высокой активностью участников, а кульминацией стало вручение менеджерам мини-футбольных клубов сертификатов Академии футзала. Руководители клубов, они привыкли выступать сами, давать задания сами, поэтому оказаться за условной партой и не три дня работать в аудитории – это тоже тяжелый труд, и я считаю, что все, во-первых, это выдержали. Мы очень благодарны за внимание, и мне кажется, действительно была очень хорошая такая позитивная творческая атмосфера. Теперь переходим к Кубку УЕФА. В главном европейском клубном турнире дебютировал действующий чемпион России команда «Газпром Югра». Подопечные КК уверенно преодолели групповой этап основного раунда и вышли в следующий раунд турнира под названием «Элитный». Свои первые игры европейской компании «Газовики» провели на Кипре и одержали три победы из трех. Это стопроцентный результат. В первом матче наш чемпион в сухую 5-0 переиграл чемпиона Франции Креблен Бесестер. И символично, что первый «Газпромовский» гол в истории Кубка УЕФА на счету обладателя этого трофея, правда, в составе Синары, и одного из самых опытных футболистов России Владислава Шеихметова. Во второй игре российская команда с неприличным счетом 13-2 переиграла грузинскую «Джорджианс» из Тбилиси. Дмитрий Лысков оформил хет-трик, а на счету Эдера Лимы – покер. Жирную точку в основном раунде Кубка УЕФА футболисты из Югорска поставили в третьей игре против хозяев мини-футбольного клуба АПЛ из Кипра. 10-3. Жеребьевка элитного раунда состоится 14 октября. По результатам этого этапа «Газпром Югра» сможет пробиться в финал четырех, который, в свою очередь, состоится в апреле 2016-го. Сборная России по мини-футболу узнала своих соперников по групповому этапу предстоящего чемпионата Европы. Финальная часть Евро-2016 состоится в Сербии со 2 по 13 февраля. Там же, на Балканах в Белграде, недавно состоялась жеребьевка. Наша сборная попала в группу «Ц». Первый соперник – крепкий Казахстан, в составе которого много игроков-обладателей Кубка УЕФА из Кайрата. А второй соперник по групповому раунду – Хорватия. Шашечные – традиционно неудобный соперник и всегда участвуют в финальных стадиях Евро. Игры состоятся 3 и 7 февраля. Задача по выходу из группы для сборной России видится весьма и весьма непростой, заявил по итогам жеребьевки президент АМФР Эмиль Алиев. Болеем и верим в сборную России. Напомним, что на предыдущих чемпионатах национальная команда нашей страны останавливалась в шаге от чемпионского титула. Пришло время побеждать. Теперь о женском чемпионате России. В высшей лиге состоялись игры второго тура. Тюмень на родной площадке дважды проиграла подмосковной команде Снежана Котельники. А девушки из северной столицы на выезде в двух матчах не оставили никаких шансов чемпионкам страны из пензенской лагуны Уор 2-0 и 3-1. Таким образом, футболистки Авроры продолжают погоню за лидером чемпионата футболистками подмосковной Снежаны. У девушек из Котельников на данный момент 12 очков. И в завершении программы по традиции о всероссийском проекте «Минифутбол вузы». В Москве в Доме футбола состоялось совещание ответственных за проект в регионах. Я очень рад, что стартует очередной сезон наших проектов «Минифутбол в школу» и «Минифутбол вузы». И этот сезон пройдет под флагом также добра и счастья. И уверен, что наши новые отношения с ГНК Андреевским Никелем, которые установлены в рамках нашего генерального партнерства, позволят еще на более качественном уровне провести эти соревнования. Могу констатировать факт, что Андреевский Никель стал партнером Российского футбольного союза, генеральным партнером проекта «Минифутбол в школу». И часть средств, привлеченных, мы сможем потратить непосредственно на города, которые интересуют ГНК «Норильский Никель». Это Мурманск, это город Норильск, это город Манчегорск и ряд других мест в северной части нашей страны. И уверен, что дети из дальнего северного региона смогут получить напрямую путевку в финальную часть этих проектов. Школьники из северных регионов России за 10 лет проекта «Мишка» не так часто участвовали на всероссийских финалах. В этом году многие школы напрямую отберутся в Московскую область на фестиваль детского мини-футбола. Для них это путевка в жизни, это для них очень значимо, конечно. И дети у нас, несмотря на то, что северные регионы, приоритет у нас лыжи, горные лыжи, но футбол играют у нас практически все и даже девочки. В этом сезоне стартовал новый проект «Супер Мишка», который проводится клубами Супер Лиги для популяризации мини-футбола среди школ, находящихся вблизи стадионов профессиональных команд. К клубу Супер Лиги подключились, то есть если каждый возьмет по 8 школ, то это прилично увеличит, как число участников. Поэтому проект растет, увеличивается, ребятишкам нравится, ну, слава проекту. Мини-футбол в школу и мини-футбол в вузы. Уникальные общероссийские проекты при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Ассоциации мини-футбола России. Наши двери открыты для каждого. Мини-футбол. Игра для всех. И на этом у нас пока все. Любите мини-футбол так же, как мы. Любите мини-футбол больше нас и болейте за сборную России. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова